Джерард Батлер крутой и харизматичный актер, который снимался в довольно неплохих фильмах, но в последнее время решил посостязаться с Николасом Кейджем и стал сниматься во всяком проходнике. Сначала в геошторме, где спутники, призванные защищать землю от катаклизмов, решили ее уничтожить, а теперь в Гренландии, где спецэффекты находятся на таком уровне, что пьяные обезьяны за бананы справились бы куда лучше. И вот в центре сюжета бородатый мужичок по имени Джон, который после того, как отменил в геошторме сброс планеты на заводские настройки, сменил работу и занялся проектированием зданий. И когда работая инженером, Джон должен только успевать вытирать мыло с задницы, он посередине рабочего дня уходит домой. Неудивительно, что на стройке постоянно что-то ломается. Почему цемент еще не заливают? Бетономешалки шланг накрылся. И судя по тому, как на протяжении всего фильма задница Джона будет притягивать к себе неприятности, у него какие-то мощные терки со вселенной, которая, чтобы от него избавиться, решила послать на Землю комету. Кларк. Межзвездная комета, которая впервые за всю историю окажется так близко к Земле. Как ебанят, так в Новиграде будет огни видать. И так как в этой вселенной технологии землян находятся на уровне эпохи динозавров, телескопы и радары заметили комету диаметром в 15 километров всего две недели назад. Да и когда инфа сотка, что комета столкнется с планетой и веркнет ее в каменный век, ведущие ядерные державы не запустили в нее все ядерное оружие, чтобы изменить ее курс, или расхреначить на молекулы, ну или найти команду проверенных бурильщиков. Но срочной причиной уехать Джону с работы является поездка к бывшей жене и сыну. Ведь Джонни присунул налево, отчего теперь его брак тричит по швам, и жена забрала сына, у которого, та-да-дам, хронический диабет, на чем соответственно и будет строиться весь сюжет. Снова? Снова? Кто уже так делает, блять? Черт, вы американцы. Ну спасибо хоть, что не заезженная до старческой пыли астма. Спасибо. 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 О, ну спасибо. Следующим утречком зомбоящих сообщает, что один из осколков кометы через пару часов заглянет в гости в Атлантический океан. И так как без пивка наблюдать за этим неинтересно, Джон Газелью летит в магаз, заметив в небе хреновую тучу военных самолетов, которые крутая армия США додумалась поднять в воздух, когда в планету вот-вот присоседится комета, ударная волна которой вполне известно, что с ними сделает. Поэтому все нужно брать в свои руки и строить супероружие, которое своими орудиями вполне возможно расшибет комету на мелкие кусочки. Прямо сейчас, в новой верфи World of Warships, каждый игрок может построить японский суперлинкор Хидзен. Выполняйте боевые задачи, чтобы открыть новые этапы строительства и получите кучу наград, среди которых парочка премиальных кораблей. Разработчики не перестают радовать игроков, каждый месяц придумывают что-то новое. Ивенты с новыми кораблями и командирами, игровые режимы и даже документальные фильмы. Например, про атаку на Перл-Харбор. Потрясающий микс исторической хроники, натурных съемок из тех самых локаций и компьютерной графики, которая ничем не уступает спецэффектам из одноименного фильма Майкла Бэя. Проводите время весело и с пользой, регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите большой набор подарков. Премиальный крейсер Аврора, премиумный эсминс Тачибана Лима, 30 дней премиума, 30 тысяч дублонов и 1 миллион серебра. Держи курс на World of Warships, регистрируйся прямо сейчас. И пока Джон с сынишкой затариваются мочегонным, ему поступает автоматизированный звонок правительственного оповещения, что Джон выбрал правильную профессию и вместе с семьей имеет право переждать глобальный пиздец в надежном убежище. Вас отобрали для срочного перемещения в укрытие вместе с Элисон, Роуз, Гаррити, Нейтан. Только непонятно, почему важных людей оповещает автосообщение, а не живой оператор. И вот результат, Джон толком нихрена не понял, и вообще, если бы не вернулся домой к моменту репортажа о падении куска кометы, мог вообще проигнорировать данное сообщение. И если военные отбирают для эвакуации специалистов в конкретных профессиях, почему выбирают людей с семьями, чтобы ненужные люди занимали драгоценное место, которое могли бы занять другие специалисты? Ну а что военных США делает еще тупее? Это то, что бункер, куда свозят всех специалистов, расположен в Гренландии. Что мешало свозить людей в бункера на территории США, так и не ясно. Плюс из-за того, что одно из самых технологичных и богатых государств мира просчитывает траекторию падения комет не на суперкомпьютерах, а на первых версиях Макинтоша, комета падает не в Атлантический океан, как было рассчитано, а во Флориду. А подошедшая ударная волна заставляет Джона все же осознать, что звонок был не розыгрышем, и надо бы добраться до военной базы, откуда их отправят в Гренландию. И семейка в темпе вальса собирает нажитое непосильным трудом барахло, жопы в тачку и в путь, попутно отбрив соседку, пытавшуюся под шумок втюхать свою дочь, мол спасите только дочку, да и у вас сын скоро подрастет и девочка понадобится. Но Джонни не преклонен, для себя бабу взял, а сын если что рукой перебьется. Не повезло тебе. И так как в сеть просочилась инфа, что через два дня на планете резко уменьшится популяция всех видов живых существ, электронику уже не купить, часть самого неумного народу, как и полагается, ринулась в магазы за халявной техникой. Ведь подыхать, глядя в спизженный телик, куда приятнее, чем на подзаебавшего годами родственника. Зато дороги идеально пустые, будто их перекрыли для проезда чиновников. Хотя при конце света, паника у народа должна быть такая, что все движение в городах стало бы колом, а Джонни лишь встретил одну хиленькую пробку, словно в утренний час пик попал. Ну и пошла основная завязка. Из-за того, что батек дуралей врубил кондер на полную, Нейтан для согрева достает одеяло, из которого со словами «Ха-ха, пока малыш» вываливается инсулин, ведь его горе-мамаша положила жизненно необходимое лекарство в одеяло, еще и в рюкзак малолетнему, а не к себе в нагрудную сумочку, откуда он не сможет просто так выпасть. Еще и видели, что пошли погромы, и вдруг кто-то нападет с целью отжать машину, и лекарства тем более надо держать при себе. На самом аэродроме народу меньше, чем на базаре в воскресенье. Каким макаром эта кучка людей будет заново отстраивать США после конца света, непонятно. Но зато QR-код дает статус вип-персоны, и проход туда, куда обычным смертным путь закрыт. Дают именные браслеты и заставляют все свои трусы переложить в общую котомку. И вот здесь горе-родители одупляют, что класть инсулин в одеяло... Да, дерьмо идея. ...узнав у солдатика, что до взлета еще 20 минут, Джонни оленям мчит к тачке за лекарством. Он не полетит без лекарства. Я успею на самолет. Интересная версия. Удачи. Да, дело серьезное. Но что мешало первым делом спросить инсулину военных, когда в такой ситуации может что-то пойти не так, и самолет взлетит раньше. Или его за оградой кирпичом по башке приложат, чтобы забрать браслет и сесть на самолет. Погибать на никто не хочет. Но пока Джонни везет. Живой и не поцарапанный добегает до машины и находит инсулин. И так как он уже показал, за какие интеллектуальные навыки его выбрали для эвакуации, свой интеллект начинает показывать подруга Дэдпула, которая, нет бы стоять на месте и ждать муженька, и потихо его материть, хера он так долго, решает без него сесть в самолет, и запрягает совершенно левого военного, у которого полно своих дел, сказать Джону, в какой самолет они сели, и между делом зачем-то брякнув, что он ушел за инсулином. И так как переждать апокалипсис в бункере, позволено только здоровым людям, мамочку с сынишкой оперативно отводят в сторонку. И тогда задается вопрос, как военные вообще смогли выбрать Нейтана для эвакуации, если список лиц первой важности должен был заготовлен задолго до появления кометы, и уж истории болезни должны знать всех. Вдруг у того же Джона неизлечимая болезнь, и он через пару недель крякнет, и США останется без так нужного им инженера. Главная военбаба, заценив красотку с мальцом, объясняет, что таким красивым и больным бункер не полагается, и предлагает в приказном тоне поискать спасительное местечко за территорией аэродрома. А Джон тем временем обнаруживает, что Элисон с Нейтаном пропали, проклинает тот день, когда с ней познакомился, и садится в случайный самолет, думая, что они уже сели в другой, где и узнает от пассажира, что с хроническими болячками в Гренландию не берут. И только Джон отправляется на поиски семьи, как служба и баш-монтаж, материализует на аэродром толпу скучающих по Гренландии. И увидев, как вояка, умирая, не закрыл топливный шланг, Джон жопу в руки и валит, хотя мог закрыть винтель, чтобы избежать возможного взрыва. И так как в этой вселенной альтернативная физика, искра от пули зажигает топливо, и по цепной реакции рвутся все самолеты, будто они под завязку набиты взрывчаткой. И в такой суматохе, когда только взорвалось несколько самолетов, и идет перестрелка, Джон умудряется найти выручай солдатика. Я вас помню, вашего сына не пустил, вашей семьи там нет. Хотя в реальности все было бы так. Эй, ты не видел здесь мою семью? А? Ты че, мужик? Я тебя впервые вижу. Да и не до тебя сейчас. Вали, пока ногу не прострелил. Элисон с Нейтаном к машине, и у пацаненка чисто случайно, именно сейчас скончается инсулин. Поэтому Дэдпулиха оставляет Джону мессендж, что пошли искать дозу для сына, а потом к своему отцу рванут. Ведь на всякий случай, минут 10 подождать Джона возле тачки, вдруг он вернется, как-то не догадалась. И гуляя, словно на вечерней прогулке, Элисон набретает на магнит круглосуточного доступа, в котором само чудо отложило специально для них несколько пачек инсулина, когда весь магазин уже разграбили. А первые попавшиеся люди само собой едут в сторону, где живет ее отец. Дает своему цветочку жизни закинуться микстурой, но сказать, чтобы он молчал про то, что они избраны, забывает. Он на самолете. Ральф, на них браслеты, которые показывают в новостях. И добрый шофер в тот же миг рожает дельный план для себя и своей бабки. Молодую нахер из машины забрать браслет, а пацана использовать как своего, которому уже 8 лет и видя, как мамку несколько минут выкорчевывает из машины урод, не сообразил выстегнуться и свалить из машины. Батлер тоже удачей подпоясался и находит водилу, который как раз едет в ту сторону, где живет его тесть, плюс в кабине знакомится с двигателем сюжета. И так как Джон тоже не в курсе, что светить спасительным браслетом не лучшая идея, его решают прикарманить парочка брыганов, а водила, услышав, что у него в кузове мужики устроили файтинг, нет бы остановить свой тарантас, поддает газку, чтобы тем бакланница веселей было. В результате, водила мутит легкое ДТП вкупе с разворотом Солярыча, отчего вся кузовная пиздобратья вылетает целоваться с землей, а попавший в поле зрения Джона молоток так и манит себя взять и пополно трихтовать этих мудил. И после еще нескольких попыток быдлойдов разделаться с царем Леонидом, самый главный проверяет на себе, можно ли жить с молоточком в голове. Теперь нет. Ну а бальзаковская семейка добирается до второго военного аэродрома и Нейтан за свой косяк в машине берет реванш на КПП, брякнув военному, что эти два мозоля его похитили. Это не мои родители. Нет, 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 нет. Они забрали меня, я говорю правду. Хитрожопую семейку за кадр отбивать почки, а мальца в медсанчасть. И чтобы он долго не скучал без мамы, Элисон подбирает машина, которая чисто случайно едет на этот аэродром, где выкрутив красноречие на полную, Дэдпуль их объясняет че почем и уже через минуту обнимается сынишкой. И так как по сюжету им теперь нужно воссоединиться с Джоном в случайном доме, то чисто случайно находит тачку с ключами и полным баком. И раз он уже у тестя. А чисто случайный конвой довозит Элисон до ближайшего городка, откуда их и забирают мужики. Так легко? Да, да. Тесть, отец и дед так рад всему семейству, что не думая отдает свой любимый драндулет, лишь бы родня побыстрее свалила, а сам остается зажмуриваться. Из-за затертой до дыр в трусах причине моя старушка отъехала, теперь и мне пора к ней. Ну и так как герои как-то слишком скучно едут, Джон с Элисон уже решили все проблемы в отношениях, вселенная решает пощекотать им нервишки и материализует над ними огненный град. Но из-за того, что в башке у Джона суперкомпьютер, он просчитывает их траекторию и уворачивается от них как нео от пуль. И мало того, что такие мелкие осколки просто бы сгорели в атмосфере, что кометы не могут нагреваться и поджигать машины, так как состоят из пыли, газа и воды и при нагревании моментально распадаются, так еще от них нет никакой ударной волны, когда сила удара таких мелких объектов, врезающихся в землю со скоростью 30 километров в секунду, должна составлять по одной килотонны, а они даже машину пробить не могут. Дождавшись конца малоопасного града под эстакадой, герои садятся в машину и с помощью звонка от режиссера расчищают пробки и выезжают на трассу и спустя несколько часов доезжают до аэродрома. И чтобы добавить фильму напряженности, Джон срезает дорогу и на машине лопается колесо, чтобы на последних секундах он успел перекрыть дорогу последнему гастарбайтерскому самолету. Кукурузник оказывается переполненным и пилот шлет семейку прогуляться до ближайшего хера. Но стоит дедпулихе прикрикнуть на мужика, мы летим все, вы возьмете всех нас, как он вспоминает, что его воздушный баркас обладает резервным запасом грузоподъемности и берет лишние 200 килограмм, чтобы плестись в Гренландию со скоростью старого деда и не успеть долететь до падения кометы. Но главное, тесть дал Джону винтовку. Можно было бы сделать крутую сцену, а еще лучше застрелить пару-тройку других пассажиров, чтобы самолет не так сильно перенапрягался от перегруза. И не застал бы падение самого весомого обломка, находясь в воздухе, ударная волна которого вырубает движки у самолета. Но благо пилоты попались в прошедшую школу крутого пике и посадили самолет прямо на камни. Жаль, что посмертно. И когда до падения главной кометы остаются считанные минуты, нужный бункер оказывается за первым холмом. Военные довозят людей до бункера и над их головами пролетает Кларк. Ну все, сейчас-то мы и увидим крутую сцену, как удар 15-километровой кометы сбрасывает планету до настроек первых бактерий. Но только не сегодня. Причмокивай, зритель, и смотри несколько секунд хреновой графики прямого эфира со спутника, плюс парочку кадров уничтоженной планеты, который в 2021 году может за несколько часов слепить школьник в авторэффекте. Режиссер за еду, что ли, работал, раз в фильме о конце света сам конец так и не показали. Вероятнее всего, создателям было просто по барабану на фильм. Распустя всего 9 месяцев военные открывают бункер и на улице уже светит солнышко. Если комета диаметром 15 километров столкнется с планетой, огромная сила удара вызовет мощнейшую сейсмическую волну, которая несколько раз обогнет земной шар и вызовет массовые землетрясения и извержения вулканов, от которых по всей планете вспыхнут лесные пожары. Триллионы тонн пепла, сажи и угарного газа попадут в атмосферу и закроют планету плотной пеленой, которая будет блокировать проход солнечного света. Из-за небольшого размера частиц пепел будет оседать больше 10 лет и за это время из-за недостатка солнечного тепла наступит ледниковый период. Твою мать! Мать твою! Твою мать! Мать твою! Мать твою! Мать твою! Взрывай мать твою! Мать твою! Мать твою!